добро пожаловать на мой канал здравствуйте сегодня я хочу рассказать о том как правильно собрать брашпиль вот одну половину я уже собрал так как он состоит из двух таких половинок детали наборе находится в отдельном пакетике некоторые части я уже вырезал ну расскажу самое главное как собрать одну половину брашпиля значит первые детали вырезаем так значит вот эта основа нашей сборки будет можно заметить что она сходится вот таким образом вот так она сходится вот поэтому и детали которые буду вырезать для наклейки на эту основу на эту ось тоже надо будет укладывать таким же образом те которые помельче сюда те которые покрупнее сюда так детали готовы теперь подготавливаем их склейки сначала надо слегка убрать заусенцы эти да да они не уперлись друг друга и не мешали склеивание так здесь не обязательно подчищать теперь можно склеивать эту часть брашпиля одну из сторон потому как брашпиль состоит из двух сторон для подъема якорей наматывается на них канаты якорь подымается в отличие от шпиля это когда вертикальная ось брашпиля горизонтальная ось назначение одно и то же ударение брашпиль хоть шпиль вроде бы брашпиль должно быть нет брашпиль ну в морской тематике там все свои ударения как когда-то пел высоцкий мы говорим не ветры а ветра и так далее поэтому надо иногда смотреть как правильно читается потому как там свои особенности так здесь тоже надо смотреть правильно расположить эти детальки те которые симметричным вырезом они идут вовнутрь с обеих сторон теперь их подравнять и немножко дать время чтобы клей высох вернее сказать полимеризор вовнутрь с обеих сторон вовнутрь с обеих сторон сильно очень не давит потому что можно сломать оська там тоненькая фанеры она то пружинит но можно перестараться хотя страшного то и ничего нет можно склеить всегда так значит основу сделали прижали обжали со всех сторон и даем клею схватиться пока клей будет схватываться будем готовить вместе с вами следующие детальки как обычно эти детальки необходимо с торцов снять остатки перемычек значит перемычки убрал теперь смотрите на что нужно обратить внимание вот сторона реза значит эта сторона я рекомендую укладывать ее вовнутрь кроме того перед я сейчас расскажу что значит вовнутрь то есть если посмотреть на эту детальку то грани среза вот эти вот боковые с этой стороны идут вот так а с этой стороны если положить они будут идти вот так значит сторона реза будет внутренняя часть поэтому ее даже стоит немножечко пройтись шкурочка еще немножко под убрать как бы наклон этот сделать более явным значит детальки я подготовил теперь вот эту деталь необходимо стороны ровненько сделать то есть они должны сходиться значит к этим граням будут приклеиваться вот эти детальки поэтому никаких заусенцев выступов не сглаженности быть не должно поэтому вот таким образом нужно все зачистить вот так но не сильно не перестараться потому что чем больше снимется тем труднее будет вставлять те наши тоненькие детали которые там должны быть ну вот собственно где-то вот так теперь дальше значит у нас эти детальки имеют отверстия такие квадратные для вымбовки для вымбовок вот тут как раз и не знаю как правильно ударение ставится может кто знает то подскажите мне это вставляется рычаг для поворота значит вот это вот части бушприта есть три отверстия а есть два отверстия они чередуются друг с другом и должны устанавливаться свои места каким образом значит вот раз два три и через раз сюда вставляются эти будем ставить с тремя отверстиями а между ними с двумя значит узкой частью естественно ставим к сужающейся части конуса слева и в в в Продолжение следует... Продолжение следует... Вот наша деталька имеет такой вид, весьма приличный, но нужно в конце по ней пройтись, опять же, наждачной бумажкой, не очень крупной, и просто пройтись по этим граням. Продолжение следует... Вот готовая деталька, то есть две детали уже готовы, левая и правая. Теперь нужно будет их соединить в одно целое, вместе с вот этими деталями. Осталось за малым. Итак, у нас готовы практически все детали для сборки брашпиля. Эти детальки я вырезал и наждачкой зачистил торцы. Значит, вот где длинный выступ, там идет вот этот вот кружочек одевается. Причем одевать я советую стороной реза в эту сторону. Тогда лучше смотрится выход с обратной стороны. Будет вот так вот. О, здесь хорошо будет смотреться. То же самое на противоположную сторону. Вот таким образом. Средина соединяется вот таким вот зубчатым колесом. То есть вот так вот будет, вот такой вот вид будет иметь брашпиль. Почему я сейчас еще не склеиваю? Потому что сейчас хочу сделать еще декоративные гвоздики. Соединяю эти две детальки и ставлю отметочки карандашом, чтобы они были на одинаковом расстоянии. По центру ставлю. Отметим одну и другую. Вот так. Так, отверстие есть. Я уже показывал, как я делаю гвоздики. Еще раз повторюсь. Вот таким образом. Движениями туда-отсюда. О, есть так. Не улетел? Нет, не улетел. Значит, сразу получаются две шляпки с двух сторон. Поэтому просто откусываю. Итак, есть уже два. И еще. Таким же образом делаю два. Так, есть. еще один есть так здесь на клей можно и не ставить просто туда его ввести и ничего его оттуда уже не вытащит тем более сверху покроется лаком и будет он там держаться этот получился чуть длиннее сейчас попробую хватит отверстия хватило вот и все значит вот буду считать что все детали которые необходимы для установки брашпиля на палубу судна готовы сейчас я их склеивать и собирать не буду потому что они будут мешать установке некоторых других деталей когда подойдет время я просто эти детальки извлеку кроме того я их покрашу не покрашу а покрою лаком когда буду покрывать корпус судна заодно я эти детали для того я их собственно говоря и собирал наперед а устанавливать буду уже потом после того как будет палачина палуба детали и установлены другие детали на этом свое видео буду заканчивать если вам понравилось мое видео подписывайтесь на мой канал до свидания всего доброго и удачи